Ну, наверное, есть у меня такая небольшая мечта, а может быть и большая, о том, чтобы в Белгородской области, ну, скажем, конкретно, в частности, в городе Белгороде, чтобы, в том числе и на нашей кафедре, создать вот такую какую-то серьезную школу робототехники, которая бы не уступала, скажем так, московской или петербургской. Субтитры подогнал «Симон» Начиналось все еще давным-давно, в 2013 году. Закончил аспирантуру и работал в технологическом университете программистом. Тогда у нас, коллега, возникла как раз идея организовать региональные конкурсы по робототехнике. И, собственно, у меня появилась идея открыть свое направление. Где-то до 2016 года это все было в рамках идеи пока. Повезло, нашли инвестиции, и вот как-то идея переросла в такой полноценный проект. Зашли на сайт, посмотрели перечень муниципальных помещений, которые у нас сдаются в аренду. Написали заявление, проехали, посмотрели. Тут, конечно, все находилось, не побоюсь слов, в катастрофическом состоянии. Ну, как раз в 2016 мы взяли в аренду, и в мае 2018 мы открылись. Ну, с учетом ремонта помещения, основная часть средств ушла на помещение. Это в районе 5 миллионов где-то. Аренда, ну, с учетом всех коммунальных платежей и прочего, это где-то около 50. Оборудование покупали мы в 2018 году, по ценам 2018 года. На оборудование у нас ушло где-то, где-то около 2 миллионов. Соседи, да, у нас отдельная история с соседями. Всегда, когда начинаешь бизнес, всем это все нравится. Вот, вначале они там кто-то распустил слов, что здесь будет открываться бар какой-то. Они пришли тут с вилами, говорим, соседи какой бар, школу для детей. Специально даже вывески потом повесили. У нас на окнах висела даже такая перфорированная, наклеечки были красивые. Что написано, откроется школа, робототехники. Вот, чтобы люди не переживали. Сейчас активно используются это две аудитории. Это, соответственно, лаборатория вторая, да, мы называем лабораторией. Лаборатория первая. Третья у нас сейчас занята бухгалтерией. Зона ресепшн интерактивная, то есть есть игровой автомат, есть шахматы, которые тоже мы печатали на 3D-поминтуре. Для маленьких есть такая небольшая игровая зона, где мы собираем вот такие вот штуки всякие разные. Сейчас у нас два преподавателя, я и мой коллега Антон Викторович Дахин. До пандемийный период у нас было порядка трех-четырех преподавателей. В бухгалтерии у нас помогают со стороны инвесторов вести бухгалтерский учет. Раньше все сделал сам. На тот момент, когда я получал уже дополнительное педагогическое образование, скажем, большинство методик, они мне показались, не были для меня новыми. То есть я это все и так уже знал. Поэтому, как и большинство дополнительного образования, у нас все идет от души. Сейчас много направлений. Основное – это робототехника. Потом это программирование на Python, Scratch. У нас два основных языка. C++ – это микроэлектроника. Это 3D-моделирование. Коллега преподает 3D-моделирование. Это уже больше компьютерная графика. Преподает он разработку сайтов. Веб-разработка и программирование также. Я прекрасно понимаю, да, что возможно за этим будущее. Но все-таки переложить робототехнику в онлайн – это для меня, не знаю, мой мир перевернется. Потому что дети должны учиться работать с оборудованием. Дети должны учиться работать в команде. Ну, конечно, всеми. Даже тех, пока, кому не очень получается. Но, тем не менее, у них еще все впереди. Что все талантливые дети. Нет, 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 нет детей. Это было, по-моему, в 2019 году. Мы обратились в центр «Мой бизнес». И, ну, там, простая форма заявки. И получается, что мы выиграли, да, вот, грант на поддержку в размере 300 тысяч рублей на продвижение в социальных сетях. В принципе, нам этих денег хватило на неплохую компанию, да, приток людей увеличился. Вот, поэтому, я бы сказал, весьма эффективная помощь бизнесу. Пробовали продвигаться через наши белгородские паблики, пробовали рекламу в газетах, пробовали рекламу в журналах. Вот, но лучше всего у нас работает, конечно же, сарафан на радио. Вот, наверное, наибольший эффект – это вот таргетированная реклама в соцсетях и сарафан на радио. Даже я ходил с мастер-классами по школам, эффекта не дало. В 2019 году мы проводили даже оригинальный открытый фестиваль по робототехнике, называли его «Консервер». Он у нас проходил в Парке Победы, такой массовый, open-air. То есть там шатер был, в котором у нас соревнования по робототехнике проходили. Лектория отдельный, где мы приглашали спикеров из Москвы, Питера, Казани. Есть у нас бесплатные пробные занятия, я постепенно их возобновляю. После пробных занятий где-то процентов 70 – это дети, которые реально остаются. У нас есть небольшая коллаборация с языковой школой, да, то есть я у них провожу занятия по робототехнике. И они проводят у нас занятия по английскому языку для детей. Вот в рамках IT-лагеря это очень полезная штука, потому что у нас основной софт, он на английском языке. То есть детям легче адаптироваться. У нас английский не такой, он с неразговорным технически. Не стоит экономить, да, на качестве оборудования, в качестве мебели, вот, не знаю, потому что мебель у нас, да, она вся экологически чистая. То есть мы работаем с детьми, мы прекрасно понимаем, что здоровье детей для нас – это самая важная составляющая. Не стоит экономить на найме какого-то маркетолога. Лучше наймите знающего человека, да, в пределах разумной суммы. Вот, пусть он вам настроит грамотно таргет, и вы займетесь другими вопросами. Вот, и не стоит экономить, да, на найме себе помощника. Если такая возможность есть, если вы чувствуете там необходимость, то наймите себе помощника, который снимет с вас те задачи, которыми вы заниматься не хотите. Будьте готовы, что у вас должен быть бизнес-план просчитанный, бизнес-модель просчитана со всеми рисками, со всеми этапами, со всеми там графиками, расчетами, точки безубыточности, периода окупаемости и прочего. Главное не бояться, встать с дивана и, собственно, если есть идея, если вы горите, если вы готовы и понимаете, что вам на первых порах несколько лет предстоит условно пахать, как лошадка, да, то, пожалуйста, ну, зато потом наступит тот момент, да, когда вы поймете, что работать на себя это гораздо приятнее, что принимать решение это не так уж и сложно. Вот, главное, этого не бояться. Главное начать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова